Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я рад приветствовать вас в Доме Божьем, мир вам! И также гостям нашим, кто сегодня посетил церковь, может быть, тот первый раз, да благословить вас Господь и дать вам, Господь, все необходимое, в чем вы нуждаетесь. Пусть Господь откроет вам, чтобы вы узнали того, что, может быть, вы не знаете. И да благословить нас каждого Господь сегодня скажет нам все необходимое для нас, как для детей своих. Дорогая церковь, мы являемся детьми Божьими, искуплены Иисусом, оправданы Господом, но Господь собирает нас каждый раз, чтобы напоминать нам. Напоминать нам, чтобы мы были осторожны, были убеждены, знали, что ошибки наши в нашей жизни может привести к большой беде. И Бог каждый раз напоминает нам о своей милости и о своей любви. Я хочу предложить вам один отрывок из Священного Писания, который сам Иисус настораживает всех христиан и всех людей на этой земле. Этот отрывок имеет очень опасную, я бы сказал, слова вложенные, опасные слова вложены самим Богом. Седьмая глава, Матфея, 21 стиха. В 21 стиха Иисус начинает говорить такие слова. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий воли Отца Моего Небесного». Думаю, что в этом зале не найдется человека, который бы сказал, я не хочу в Царствие Божие. Мы приходим в церковь для того, чтобы еще раз проверить себя во свете Слова, перед Богом, о том, что я хочу в Царствие Небесное. Иисус Христос, когда первую проповедь сказал, Он сказал, приблизилось к Царству Божию. И слово «покайтесь». Вся проповедь Евангелия, она напишена, есть Царство Божие. Она приблизилась. И Бог говорит, я хочу, чтобы вы были со мной там, где я. И каждый человек, который познал Бога, который любит Бога, который приходит в церковь, думает 99%, если не больше 100%, думает попасть в Царствие Небесное. Думаю, что и здесь все присутствующие так думают. Если кто-то не так думает, то вам желательно подумать об этом. В этом стихе Иисус говорит, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». Настораживающее слово говорит о том, что не всякий человек, я бы назвал даже христианин, который говорит «Господи, Господь, мой Бог, Господь» и молитва Господу, это не значит, что он попадет в мое царство. Бог как бы слово употребляет здесь «не войдет», то есть у многих не войдут в Царствие Мое, которые говорят даже «Господи, Господи». Это слово звучит тем, что как бы люди знают Бога и не окажутся в Его Царстве. Я скажу, меня это настораживает. Почему настораживает? Потому что я говорю моему Господу. Я каждый день молюсь утром, вечером, в обеде, может быть, десять раз в день, и все время говорю «Господи мой, мой Господь мой», и обращаюсь к Нему как к моему Господу. Если бы этот стих заканчивалось, и дальше бы Иисус не продолжал бы мысль, я бы еще как бы на этом стихе остановился и сказал бы, наверное, в этом стихе нет такого опасности. Но в 22 стихе есть такие очень, я бы сказал, слова, которые немножко опаснее или страшнее. Библия говорит дальше, Иисус говорит дальше. Отношения тех людей, которые будут говорить «Господи, Господи, не войдут в Царство Небесное», Он обращается такими словами этих людей. Многие скажут мне в тот день. Я хочу подметить два важных мыслей здесь. «Многие скажут мне». Оказывается, многие – это люди, которые многие скажут, и слово «в тот день» или «в тот день» – это день, в котором будет суд. И написано, что эти люди скажут опять Господу. «Господи, Господи!» Эти слова они произносуют в лице Господа. И дальше они говорят, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесовесть гоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И Господь объявит им в следующем стихе, скажет им такие слова. «И тогда я объявлю им, я никогда вас не знал, я никогда с вами не познакомился, мы никогда с вами не встретились». Эти люди придут в небо, вот можете себе представить, христианин стоит перед Богом и говорит Богу, «Господи, подожди, я сейчас кое-что тебе скажу». Ты что-то перепутал, вообще перепутал. Заявления такое будут Богу. Почему здесь написано, «Господи, подожди, ты почему меня не пускаешь в свое царство? Почему ты меня не пускаешь?» Так они говорят ему. А значит, Бог перепутал что-то здесь. Мы же Твои люди, мы здесь чудеса творили на земле. Мы были великие проповедники, мы были великие хористы, мы были великие крестьяне, мы вообще великие люди были. Ты что, нас не знаешь? Мы из-за Губанского ходили в собрание. Евгений Захарович был пресвитером, потом Иван Петрович, пресвитером, братья-проповедники. Эти люди заявят такие слова. Обратите внимание, одну вещь. Это будет происходить именно перед Богом в судилище. Когда они скажут это слово, они скажут, чем они обладали, с чем они занимались, что они делали. Но самая опасность здесь грозит такое, что люди пришли перед Богом, а они не спасенные. Люди стоят перед Богом, а они убеждены, что они спасенные. Что обмануло этих людей? Что обмануло этих людей? Оказывается, вот здесь три в основных мыслей, что они что-то делали, чем-то обладали, что-то реализовывали, и они считали это главное. И ничего другого не нужно. То, что я что-то делаю для Бога, или делаю именем Бога, это достаточно, мне не надо больше ничего. Но вы спросите у меня, а что же нам делать тогда? Мы же тоже трудимся, мы тоже ходим в собрания, мы тоже поем хори, молимся, еще что-то делаем. Мы такие же люди. Я постараюсь вам кое-что высказать сегодня, чтобы вы могли быть стопроцентно уверены о том, что будете ли вы царствовать в небесном, или не будете. Первое, что я хочу обратить внимание, Деяния апостола, первая глава, восьмом стихе. Вы, наверное, помните этот стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей земле, и в Иудее, и Самаре, и до края земли. Вы будете мне свидетелями. Но я не буду говорить о свидетельствовании, а скажу первое, такое важное слово, которое здесь употреблено в этом. Вы примете сначала, прежде чем сказано, вы примете Духа Святого, написано, примите силу, и потом Дух Святой идет. Слово второе. Оказывается, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете какую-то силу. Когда я читал в начале этот отрывок, то эти люди ударение делали на силу, которую они обладали какими-то определенными дарами, действиями, которые они считали, это главная сила. А здесь Господь говорит о том, что вы примете силу. Хочу римлянам 5 глава 5 стихе сказать вам. И себе же так же. Потому что любовь Божия сделала сердца наши. Знаете, как дальше? Дух Святой, именно, обратите внимание, именно Божия любовь сделалась именно в наши сердца Духом Святом, данным. Я хочу на это делать немножко ударением. Каждый верующий человек, любой христианин, каждый, кто встретился с Богом, каждый, кто принял Господа, и Бог дал ему Духа Святого, обязательно ему дал и любовь Божью. Дух Святой никогда не войдет ни в сердце человека без любви Божьей. Запомните это. Это важная мысль. Здесь говорится о силе. И эту силу можно трактовать по-разному. Что я имею определенный дар, это сила. Ничего подобного нету даже близко. Потому что здесь написано, что Бог, когда вливает в сердце человека, Он дает ему свою любовь. Бог есть любовь. Бог входит в человека. Он сам входит в жизнь человека. Потому что Бог есть любовь. Мы тогда задаем невольный вопрос. Господи, подожди. Давайте я хочу прочитать вам римлянам 13 глава несколько стихов. Если я говорю языком человеческим, ангелским, я имею дары разные и много другое. Помните, что дальше написано? Если я не имею любви, что дальше? Вы можете обладать сотни дарами. Если нет главного любви, это все напрасно, это пустое. Она никому не нужная. Оказывается, движущая сила или энергия, это любовь Божия. Ибо так возлюбил что? Бог мир, что отдал Сына. Неспособность Бога дал Иисуса, а любовь дал Иисуса. Мы сегодня слышали, детям сказали пару слов, которые возлюби Господа, возлюби ближнего. Все вложено в одну фразе. Любовь. Вложи, люби, прояви эту любовь. Я хочу привести несколько примеров, на что хочу, чтобы вы тоже обратили внимание. Возьмем несколько отрывков или один отрывок Старого Завета. 32 глава Исход. 31 стиха, 32. Возвратился Моисей к Господу и сказал, «О народ свой сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости грехи их». Помните эту фразу? Моисей возвращен, приходит с Бога, который получает от Бога повеление и приходит к народу и видит, народ согрешил. Народ так-то, что отошел от Бога, сделал именно себе Бога, идола сделал себе. И вот Моисей видит этот народ и сказал бы, «Да, вы сделали, вы будете наказаны, Бог вас уничтожит». Ничего подобного. Он приходит к Богу, поднимается вновь к Богу и говорит, «Господи, пожалуйста, прости этот народ, они согрешили перед Тобой». Я задаю вопрос, это дар или это любовь? Правда, любовь? Тогда второе слово. Знаете, что дальше написано? Кто помнит? А если... Обратите внимание на фразу, которая говорит Моисей Богу. «А если...» «А если ты их не простишь...» Помните, дальше, как написано? «Той меня изгладь из книги жизни» «Это дар или любовь?» Моисей отказывается быть у царствия Бога ради грешников, ради народа Божьего, которые согрешили. Вот здесь, в этом отрывке, Бог показывает нам, что такая любовь Божия, которая в Ирсе присутствовала у Моисея. Моисей отказывается от царствия Божьего ради грешников, которые согрешили, которые заслужены наказанием. Он говорит, «Господи, если ты их не простишь, и я не хочу твое царство, и я хочу с ними туда, куда ты их отправишь». Моисей, почему? Зачем тебе так надо? Потому что у меня любовь к ним. Я люблю их. У меня Божья любовь в моем сердце. Я готов с ними страдать, с ними умирать. Я не хочу без них быть в Божьем Царстве. Иоаннгелия, 1 послание Иоанна, 5 глава, 16 стихе. Здесь написаны такие слова. «Если человек, христианин, видит брата своего согрешающим...» Помните, что дальше написано? «Проявите к нему любовь». Какую? Молитесь о нем. Вы молитесь о нем. Слово Божье говорит, что молитесь. Для того, чтобы за кого-то молиться, надо любить его. И иначе невозможно молиться. Я не буду тратить свое время за кого-то молиться. Я на колени не буду стоять за кого-то. Я никогда это не сделаю. Если у меня нет любви Божьей, только любовь Божья меня заставит склонить к колени и молиться за Него. Только любовь. И Господь говорит дальше. А я дам ему жизнь. Римлянам 9 глава, 3 стих. Это Нового Завета. Апостол Павел говорит. Я желал бы сам, что дальше, быть отлучен от кого? От Христа. И для чего? За ради братьев моих родных. Я бы задал вопрос, почему Павел похож на Моисея? Павел, который ненавидел верующих людей, который защищал Бога, он много сделал вреда для людей, и вдруг этот Павел изменился, и что-то у него произошло. Он говорит все обратные слова. Я готов отказаться Иисуса. Отказаться Иисуса, это надо в ад попасть. Это значит отказаться от Царства Божьей. Идти прямым путем в ад. Он говорит, я хочу идти туда ради братьев моих, чтобы они были спасены. Что это? Дар или это любовь? Это Божья любовь. Нового Завета. Связано с Старым Заветом одинаково. Что Моисей говорит, что Павел говорит, одни и те же мысли, одни и те же действия. Оказывается, что христианин, который принимает Духа Святого, Бог дает ему любовь, оказывается, это любовь действует у человека, работает у человека, дает силу человека. Многие из вас берете вы, посещаете кого-то, берете, покупаете что-то, приносите этому больному, вы берете свое время, тратите свои деньги, приходите к этому человеку. Зачем вы это делаете? Потому что вы его любите. Потому что этот человек для вас ценный. И вы это делаете ради любви, но не ради дара, не ради того, что вы способны это делать. Все, что мы делаем в этой жизни, особенно связано нашими, именно потерями, это только любовь. Дни Апостолов 21 глава 11 стихе. Павел говорит, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце моё. Я не только хочу быть узником, но я готов, что дальше? Умереть в Иерусалиме во имя Господа. Я, когда читаю эти слова, меня часто настолько внутри затрагивает слово. А если у меня это любовь, могу ли я сегодня сказать, я готов умереть за одесситов, я готов умереть за моих грешников, соседей, я готов умереть за моих близких, которые не знают Господа, я готов умереть сегодня, я готов отдать жизнь ради них. Вот как раз Господь показывает, что человек, который принял Духа Святого, который рождённый, в нём именно пребывает эта любовь. Именно эта любовь. Эта любовь, которая доказывает, что он истинный верующий человек. Давайте прочитаем ещё один отрывок. Римлянам 5 глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывал, или доказывает, тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Не доказывает свои способности, не доказывает свою власть, которую Он имел, а доказывает свою любовь. Он умер за нас. Когда мы хулили имя Бога, когда мы ненавидели Его, когда мы злословили Его, когда мы отвергли Его, Он за это тогда пострадал. И именно тогда проявил свою любовь. Любовь проявлена грешнику, а не святому. Эта разница слишком большая. Попробуйте любить того, кто вас ненавидит, или любите того, кто вас обнимает. Разница большая. Кто обнимает, вы можете любить его, потому что он вас любит. А тот, который ненавидит вас, попробуйте так же любить, и потом в конце сказать, я жизнь за него отдам. Вы что думаете, это просто? Ничего подобного. И здесь как раз показывает Павел именно такова любовь Бога. Отношение именно к нам, проявлено в Иисусе. Деяния апостолов, 7 глава, 58, 59 стихе. Это Нового Завета. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого. Обратите внимание, что написано. Исполненный Духа Святого и любовью, что он говорит, не вмини им греха сего. Когда он сказал, когда сотни людей, злые люди, которые кричали, камнями били его и убивали, и он падая эти камни на голову, истекая кровью, и говорит, Господи, прости людей, этих грех не будет на них. Откуда у этого Стефана такая любовь? Это была Божья любовь. Это была Божья любовь. Другой бы проклинал бы их всех. Кричал бы им. А он просто смиренно. Прости им. Они не знают, что делают. Луки, 23 глава, 34 стихе. Иисус же говорит, Отче, прости им, что дальше? Ибо не знают, что творят. Я округлил нашу мысль именно словами Иисуса Христа. Округлил тем, что Иисус Христос говорит то же самое, что Моисей, что Павел, что Стефан точно так же говорит. Распитый, гвоздями забитые руки, в голове терновый венец, кровь стекает, нет силы, потерялась вся сила у него. Он берет воздух, поднимает голову в небо и говорит, Отец, прости этих злодеев, прости этих людей, которые ненавидят тебя, прости, что они меня распяли, прости, что они меня бьют, прости, что они издеваются надо мной, они плюют мне в лицо, они меня унизили, прости их. Откуда у него эта сила? Это любовь. Это Божия любовь, проявленная во Христе Иисусе, проявленным Моисеем, проявленным Павлом, проявленным Стефаном. Это есть настоящая любовь. Я хочу задать вам вопрос. Посмотрите, братья и сестры, просто сегодня, вот слушая слово, постарайтесь вникнуть в себе самом. Взгляните ваше сердце, есть ли у вас эта любовь? Готовы ли быть похожи на Стефана, на Павла, на Моисея? Я уже не говорю об Иисусе. В Библии написано, что мы должны быть, как Христос. У нас должны быть те же чувствования, которые во Христе. У нас должны быть те же мышления, которые во Христе. У нас все должно быть, как во Христе, потому что Он живет в нас. У нас не могут быть другие мышления. И вот вопрос стоит. Готов ли я бы быть сегодня таким? Или мне этот мир безразличен? Меня не волнует, что происходит в мире? Что мои соседи умирают без Бога? Это какая разница? Это умирает. Да пусть умирают. Я вчера собрал своих родных, близких, племянников, племянниц, моих сестер, которые еще живы. Собрал здесь, в Одессе, из Молдавии, из других мест, которые приехали. Много приехали. И я им сказал такие слова с большой осторожности. Я им сказал, я старше всех вас. Скорее бы, я первым приду в Царствие Небесное. Но всех вас я буду ждать там. И вы один за одним придете туда. Но я только не знаю, будете ли там, где я. Я очень хочу, чтобы вы были там. Потому что были там неверующие, не хотел их трогать, зацепить их чем-то моими словами. Но я сказал такие слова. Иисус за вас умер. Он вас любит. Хотите или не хотите, вам придется с Ним встретиться там. И эта встреча состоится. И об этом стоит подумать. Я не считаю, что времени, деньги, все потрачены. Но это важно. Сказать им, чтобы они не оказались вне Господа. Братья и сестры, я хочу вам прочитать один отрывок. Но хочу, чтобы никто из вас не обиделся. Пожалуйста, только не обижайтесь. Если обидетесь, я уеду. Потом вы останетесь с вашей обидой вместе здесь. Подойдет Иван Петрович говорит, что обиделись. Послушайте внимательно. Это не всех касается. Часть людей коснется. Что говорит Слово Божие о людях? Слушайте внимательно. Которых есть любовь Божия. Один из принципов. Маленький принцип покажу только. Псалом 121, первый стих. Помните? Наверное, кто-то помнит этот стих. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господа». Обратите внимание на это слово. «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господа». Оказывается, верующий человек, рожденный, в котором Божья любовь наполнена, когда смотрит на часы и знает, что 10 часов служения начинается, он уже 7 часов утра начинает молиться. Мое сердце радуется. Пойду я в церковь. Хочу быть без 15. Хочу быть с народом. Хочу помолиться. Хочу кого-то обнять. Потому что я с ними буду во Божьем царстве. Хочу с ними то делать и так далее. Горит в мое сердце. Правда, я говорю, нет. Наверное, нет, да? Но мы приходим, я заметил, даже половина приходим. Пол 11. Многие из вас так делаете. И знаете, что я хочу сказать этим вам? Примите его, как от Господа. Если бы Иисус был здесь и ждал бы вас, лично стоял вместо меня, вы бы были половина девятого здесь, или половина восьмого были утром, чтобы попасть первым к Нему. Но нам кажется, что церковь – это не Бог там. Но там не Иисус. Он может и подождать меня. Я могу и через час прийти в собрание. Дорогая церковь, это ошибка. Это заблуждение. Иисус здесь. Написано, где двое, трое. Что дальше? Я посреди вас. Иисус ждет, а мы не идем. Потом приходим, когда хотим. И вы думаете, это приятно Богу? Я скажу, неприятно. Я говорю о Боге, я не говорю обо мне. Я не говорю о служителях, я не говорю о Харистох. Я говорю о Боге. Отношения моему Богу. Как я уважаю Его, как я люблю Его. Здесь показывает о том, что говорит человек, я возрадовался, мое сердце горит, я побегу в церковь, я не буду останавливаться, я все брошу, потому что церковь, там мой Бог, я хочу к нему поклониться. Мы же придем поклоняться. А если бы было обо служении всего полчаса, там ноги бы опоздали, уже люди бы выходили, а вы заходили бы. Братья и сестры, я говорю тем, что подумайте, мы идем в Царствие Небесное. И не считайте, что в Царствие Небесное можно так просто пройти, как вы думаете, ничего подобного не получится. Я вам скажу, почему. Есть несколько причин. Первая причина. Откровение, 2 глава, 4 стих. Там есть такая фраза. Но имея против тебя, что ты, что дальше. Оставил дар свой. А, так? Любовь ты оставил. Первая причина. Первые претензии. Бог предъявляет церкви, что ты оставил ту первую любовь, которую я тебе дал Духом Святым. Ты его принял, и ты его оставил. И ты меня уже не так любишь. Ты перестал меня любить, как вчера любил. Ты меня же не любишь. Ты не спешишь в церковь. Ты редко берешь Библию. Ты редко молишься со мной. Ты не просто не молишься. Ты редко со мной разговариваешь. Это слово от Бога, это не мои слова. И Бог говорит, мне это не нравится. Я не хочу, чтобы ты так любил меня. Я хочу, чтобы любил, как прежде ты любил. Когда была первая любовь. Когда ты горел. Когда ты в церковь бежал. Когда ты старался изучать Слово Божие. Когда ты ночами пел. Когда ты с людьми беседовал. Я хочу, чтобы ты так горел, но не так, как сегодня. Мне это не нравится. Это не та любовь. Нет у тебя той любви. Ты просто его оставил. Ты живешь по энергии, по религии, по знанию Писания. Но ты не живешь по любви. Дорогая церковь, любовь нас спасет. И Божья любовь нас спасет. Божья любовь приведет нас в царствие. Эта ворота откроет только Божья любовь. Ничто иное не откроет. Ни добрые дела, ни наши дары, ни наши способности. Все, что мы делаем, не откроет царство Божие, откроет только Божья любовь. Почему я так говорю? Я объясню вам. Потому что Божья любовь дает нам способности, в котором работать с любовью. И написано в притче, если мы делаем дело Божие небрежно, знаете, что дальше, да? Если делаем небрежно. А человек делает небрежно, когда нет любви. Вы когда-нибудь делали работу, которую вы не хотите делать? И я делал. И я его делал вот так. Просто, лишь бы там что-то, меня заставляло мама, папа копать в огороде. Как-то однажды мне папа говорит, сынок, ты уже взрослый, возьми ведро кукурузы, и вот поле, и тебе надо кукурузу там сеять. Я говорю, как, папа, вот берешь ямочку туда, кинул три штучки, ямочку, три штучки, ямочку, три штучки. Я начал, и прошел, наверное, до столба. Смотрю сзади, ну сколько там расстояния? Я говорю, мало, а ведро-то полное. Я так подумал детскими муслями, выкопал яму, кукурузу туда высыпал, выровнял, и пришел, говорю, папа, все, я работу сделал. А зачем мне трудиться столько? Ждет папа, когда кукуруза будет расти. А там один рядочек пошел, а там много вылезло. Бесполезное. Это небрежное отношение для Господа. Нам кажется, что мы иногда что-то делаем. Делать делается, когда мы имеем любовь от Господа. И Иисус Христос говорит, что ты оставил первую любовь, и ты не любишь меня. Еще один отрывочек я скажу, который очень важный, мысль для каждого из нас. 24 глава, 12 стих. По причине умножения беззаконий, что дальше? Охладеет любовь. Мы никуда не уйдем от слова любовь. Бог говорит, оставил, охладела, перестал. Только о любви речь идет. Нигде вы не найдете, что ты перестал проявлять способность. Если любовь, то способность никогда не перестанет. Вы будете делать до смерти того, что Бог вам дал дар от Бога. Потому что любовь – это двигатель. Это энергия. Это сила, которая проявляет Бог через нас. И Бог работает через христианина только через любовь. Мы бы никогда в жизни церкви не строили бы. Мы никогда бы в жизни никуда ничего не делали, если бы не было любви у нас. Никогда в жизни бы ничего не делали. Только двигает любовь. И мы поэтому и делаем того, что говорит Слово Божие. Помните, когда первых христиан сказаны такие слова? Именно сказано. У христиан была любовь. Помните, о первых христианах? И дальше такая фраза есть. Бог прилагал, что дальше? Спасаемых церкви. Именно любовь – это есть то, что объимает людей, встречает людей, делает то, что невозможно другое. Это только любовь. И последнее. Мне хочется высказать вам Откровение 2 глава 5 стих. Здесь написаны такие слова. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и твори прежнее дело». Это есть такое особое предосторожение. Я назваю это слово тем, что Господь говорит нам такими фразами. Пожалуйста, ты взгляни на свое сердце. Посмотри на твое состояние. Взгляни, где ты споткнулся. Вспомни, где у тебя все-таки, где ты свою первую любовь оставил. Вспомни, вот пойми себя самого и вернись ко мне. Я тебе его дам, и ты начни делать то, что ты делал прежде. Я этим хочу сказать всем, дорогие мои. Бог до нашей смерти будет работать над нами, чтобы нас привести в свое царство. До смерти Бог будет проявлять нам любовь и предупреждение, чтобы мы оказались в его царстве. Все время будет говорить нам, я люблю тебя, я люблю тебя. И еще раз скажет, я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты был в моем царстве. Но в этих предупреждениях есть фраза, но хочу, чтобы ты понял, если ты ошибся, тебе нужно покаяться. Если ты оставил любовь, тебе нужно вернуться Христу и сказать, Господи, верни любовь у него. Верни, значит, войди в мою жизнь. Я также предлагаю сегодня вам, когда будет заключительная проповедь, я хочу, чтобы вы подумали, взвесили, если Господь коснулся вашего сердца, скажите Ему, Господи, Ты сегодня особо сказал мне, что действительно в моем сердце есть много способностей, но нет любви. Я не горю так, я не живу так, меня не двигает так, как было раньше. Я хочу измениться, я хочу изменить взаимоотношения с Тобой, я хочу, чтобы Ты изменил меня, я хочу быть с Тобою. Сделай, мой Господь. И Он это сделает. Если есть гости, которые вы не приняли Иисуса, вы никогда не сможете любить, если вы не покаетесь, если вы не признаете о том, что до этого часа вы были без Бога. И Бог хочет войти в вашу жизнь, но вам сказать нужно Ему, что вы грешники. Сказать Ему, Господи, я грешник, но Ты праведный, Ты святой, Ты умер за меня, за грехи мои. И Он простит тебя. И Он примет свое объятие тебя. Ты будешь дитем Божьим. Ты получишь эту любовь. Ты получишь Духа Святого. И Бог тебе даст его. Поэтому существует церковь, в котором Бог говорит нам и напоминает нам и призывает нас. Да благословит вас Господь. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова